в игру которая называется девой ночь офф эйтен картер либо исчезновение итана картера ну как бы играл так начинается пока что-то типа нету название игры просто начать игру настройки я на сроке еле настроил язык на самом деле потому что озвучки тут вообще как здесь озвучь ничего себе на русском даже давайте посмотрим эта игра не ведет вас за руку по сюжету добро я не знал это на картера зато он знал меня когда по полиция не может помочь вам а сочинники не верят и обращайтесь к полу про старов и обращайтесь к нему если вы ребенок вроде и титана то вы пишете этого достаточно письмо это на получать также как и любые другие видимо от поклонников на поэте сразу он упомянул о существует место которые видят лишь немногие и танцем ух нарисовать карту я еще не вошел в долину красного ручья но уже чувствовал как мрак этого места обстоит меня надеется на картера стул будет непросто чтобы найти это на я должен был понять что это есть что это место пытается скрыть от меня где русский пожалуйста скажите мне язык где русское озвучением озвучение заметил озвучение польский русский польский руческий чешский испанский итальянский французский английский чешский вай терми вай где русская озвучка так как мне ускорить скорость мышки желательно попал попал парам управление чувствительности мышки давайте на 70 вот здесь прицел давай без прицела наверно так я могу бегать хорошо долл нет я хочу настроить все мышку поменьше минус сердечко значит хранить плохо то еще нужно плен что с фигня с украиной 55 ловушка 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 мне кажется нужно немного отойти до ловушки видны смерти я это хотел мне показать что лей что мне делать кажется да короче нужно быть осторожным как я понимаю она давайте тогда правую сторону изучен сюда можно потому что прыгать мы не можем процент скримаки скримаки надо видеть и по части показывается на скорее всего мертвый лес для того что то так умереть как я понимаю я не мог куда тут упасть никуда чувствуется на поле здесь тоже что-то да будет где-то что-то я слышу не капканов да ничего такого вы что-то видите я нет я на самом деле пока что больше ничего не вижу так мы выбрались к дороге а давайте изучим давайте изучим типа мне предлагают пойти дальше но мы и рисунок не собрали весь мы сейчас туда не ходили да 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 я говорил что где то должен быть этот капкан мне это все равно дергать сильно очень капканы ебаные так как и еще у нас из ловушки а вот такие вот это жесткая ловушка прикиньте так подчеркс так подчеркс так подчеркс не хватает еще одна ловушка так я бы еще добавил падающие камни либо что-то такого вида а ну вот а на педе что-то должно собраться да вот это поле которое казалось нам красивым помните нифига я думал просто тип ну давайте как то вот так сделаю поле мертвых сколько тел о так ладно приблизить принять так сок старик каждый день ходит в лес чтобы пить сок и из деревьев по пути туда ему приходилось преодолевать множество опасных ловушек жители деревни так верили что в лесу старик прячет нефритовый амулет и старику хотелось чтобы они в это верили потому что так они постоянно были заняты поиском сокровищ в лесу и не пили принадлежащий ему сок одной холодной осенью осенней ночью в лесу случилось пожар и огонь перекинулся на деревню старик смог выбраться так выбраться покрыв себя соком когда он вернулся в деревню то обнаружил лишь кости жителей старик сел и заплакал а потом он нашел еще сока надо как то так вот это типа деревня да о капкан капкан вижу в лесу сап сок я же говорил тебе это тебе нельзя здесь находиться ну где доли я написал кое что для тебя мило спасибо а теперь уходи потом прочитаю а это его зовут деда а а вот здесь пасок херячил с дерева одна из двух женщина погибла в горящем доме джефф юрму округ бейтфул как сообщил пожарная служба округа бейтфул в среду утром в долине красного ручья пожар уничтожил историческое здание семья из шести человек спала когда в доме на олд орден роут 46 когда-то принадлежала альберту ландерфул вспыхнул пожар 58 так 58 летняя эбигейл картер погибла на месте происшествия остальным членам семьи удалось спастись 62-летний эдвид муж погибший рассказал следующее что не исключительно что он мог заснуть с женой сигареты а типа что это что он заснул типа и сгорело все пожарные прибыли на место происходящее в час 22 и прибыли там так пробыли там до пяти утра четыре часа спустя они вернулись на место происшествия чтобы погасить погонь который вновь распыхнул в нескольких местах окей подожди так это не считается типа нет это получается еще где то кусочек валяется у нас спрятанный 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 может вот где то он валяется замуть 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 заметьте что ловушки пропадали я скорее всего следующее находится дальше если мы найдем еще какие то воспоминания или типа того да а а тягу еще тут камень проверим мы же с вами видели да вот этот где то тут я видел что-то а а а тут сюда нельзя заходить уже только полянка да было и все о еще на полянку сбегаем посмотрим может быть на полянке там все еще что то есть то что мы не видим но а правда вдруг там еще что то есть кто его знает типа я не хочу сильно спешить если здесь есть продолжение продолжение каких-то историй хотя бы не бы отметила прочитать прочитать на самом деле еще сдалека поэтому то побежали так ну пока что у нас было херня про старикой сок и газетка где мужик просто спалил дом нахуй к чертям таллина красного ручья с первого взгляда тихое и обычное место но в своей жизни я усвоил одну вещь тихими обычными местами просто напросто не бывает Итан предупредил мне об этом сказал чтобы я не обманывался тем что вижу и мне стало волноваться я работал на десятки дел сотни это дело будет последним я уже знал об этом типа ты имел ввиду что ты сдохнешь в этом деле а какое дело хотя бы можно сообщить нет а пока что мы просто куда-то бежим поезд что это вагон вагон на отделение какой-то мини поезд осмотреть кровь кровь животное человек несчастный случай убийство клинчатый вал недавние царапы использование недавно рукоятка 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 так рукоятка нам нужна хорошо Использовано, вроде, недавно, да, кровь свежая, забраться Вот, короче, у нас как детективщик, я понимаю Я понял, у нас нету, так сказать, заряда Так, и у нас развилочка, лево-право Давайте налево Ладно Слева у нас ничего Гонали направо, по дороге Обратным путем пойдем по рельсам А, тут спуска нету Так, там есть наверх куда-то проход Ого, я сразу сюда пройду Короче, как я понимаю, нужно осмотреть все, куда можно зайти Генератор Узлы Развязан Привязан Нет крови Веревка Короче, кого-то хотели завязать О, я вижу кровь Я вижу кровь Я вижу кровь Осмотреть Части трупа Кровавый след Жертва Жертва Отащили Отвезли Отрубленные ноги А, типа, я понял Так, лавочка По кровавым следам Можно пойти Давайте А, пенек Посмотреть Кровавый камень Вращает Вращает Взять с собой Так, давайте Использим сюда А, наверное нельзя Ладненько У нас, знаете, мини-детективчик Опа Предупреждение Так, ладно Погнали по следу О! Посмотреть И бензин Дизельное топливо Бросили В спешке Канистра А я могу взять Может там топлива нету Посмотреть Сухая трава Сухая трава Подожгли, да? Прямо Угольная форма Им Портировано Так, вот Везли с моста Удерживать Ну это показывает Что мне это нужно сюда, да? Будет привезти Походу да Так, и что мы получаем? Это, короче, детективчик Знаете, у него вот это появляется Изображение как будто у Шерла Холмса Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо причина смерти кровопотеря травма головы коснуться рано вместо смерти вмешательства валиц пришло много времени так ладно пока сюда рано так у нас есть спуск куда-то еще вниз погнали вниз детективчик так это большая как это слушайте площадь очень большая если ты хотел я выбросил сюда рукоять в море и тут на удивление чего нету на самом деле вообще ничего нету море стоит от обвал был здесь заметьте что типа мы можем просто идти прямо видите о чем мы говорили типа никто нас не держит мы могли просто идти прямо и все но нет но нет а мы можем остаться исследовать типа то что происходит да да и поэтому мы будем исследовать каждое происшествие так сейчас мы туда сходим тоже осмотреть камень 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 двери дверна свежая грязь использовать камень камень типа я не понял прикола со стариком типа ладно но здесь челик скорее всего сначала перерубили ноги тот отлез парень потом взял камень и пораза пошел на череп а то что ну что это здесь а я и и и и и и Манать локация огромная. Ладно, давайте сюда. Может тут что-то найдем. Мне чертова рукоять нужна. Я рукояти не вижу. Так, там дом. Все, это я слишком далеко походу, да, забежал? Ладно, давайте пытаться разобраться с ногами. И мужиком. Просто, понимаете, я с какой-то степени не хочу... потерять сюжетные приколы. Зачем здесь такое большое пространство? Очень большое. Если здесь даже ничего нету. Оу. Может тут что-то? Нет. Блин, ребята, я не шарю. Я не шарю. Типа надо далеко убегать? Или же нет? Просто, если взять же пример с тем же стариком... Ой, это что такое? Манать. Манать. Что за космонавт? Похоже, не за космонавтом? Он наверх, походу, да, побежал? Может он меня как раз и переведет к раздадке? Теперь я пусть понял, зачем это странное поле. Так, здесь где-то по звукам. Ты от меня не убежишь, приятель. Да, поле огромное. А, тебя просто не было видно. Сори. Не спрашивайте, что здесь, ребят, происходит. Я сам не знаю. У-у-у. Ну, ну, я точно вижу в каком-то шару на плане... Вау. Или что-то типа вот этого я оставлю на заставочку. Не знаю, посмотрим. Окей, хорошо. Если начало я бы мог сказать... Да, там воображение челика, всё такое... То что это? Хорошо, нас окружают какие-то... хроносферы. Такие же, как и мы. Ну, я понимаю... Что какие-то... шары похищать людей. И отправляет фикс, не откуда. Всё? А-а-а. Нихера себе. Одна из двух. Что это значит? Я всё-таки с стариком где-то потерял что-то, да? Клыки. Был у зверя клыки, но сам у него клюш и медлен. Так, увидел однажды луч света в небе. Он решил подождать, пока вот... пока тот исчезнет. Как было и прежде до этого. Поняв, что свет исчезать не собирается, зверь поднялся на ноги и прошёл к месту, где по-прежнему горел огонь. Исчез оранжевый луч. На смену появился другой. Он был голубого цвета, а исчезновение его было столь ярким, что существо видело лишь звёзды по его краям. Зверь обнаружил клыки и луч исчез. Обнажил. Ладно. Нагоменнее спустя свечение вновь вернулось на сей раз между двумя деревьями. Вдалеке зверь хотел вернуться домой, но не мог не обращать внимания на свет. Он последовал за ним влуплесом. А, и сразу... Может, там тоже была? Или нет? Два и два. А, свет исчез у полного деревьев. Зверь бесстрашен вышел в круг. Так, вошёл в круг. Деревья повернулись к существу, будто тычь, так, тычь, а в него пальцами. Но стволы их уходили от вершины в землю. Они подали круг, так, корни высевнут, так, обступили, блядь, зверя со всех сторон, создав стены. Когда земля под ногами зверя окончательно исчезла, он понял, что ему уже никогда не удастся, обнажить клыки. Стоп, может быть такое, что... История постановления. Входи! Я прочитал, каким мне понравился зверь. Хотя бы ему удалось сбежать из-за этого проклятого места. Я сейчас... Таинственные истории. Хит американских фантастики. Январь 1964-40. Так, в этом выпуске Желтых... Так, холмы Марса. От... Дугласа... С... Сполтинга. А также... Жулиат Вессинг, Майкл Арден, Кларенс Карлла и многие другие. Подпись Трэвиса. Пидор. Гейлорд. А, Гейлорд. Понятно. Я сейчас одну вещь понял, ребята. Ну, сейчас я побегу, походу, обратно. К той записке, что у нас было. Да? В самое начало. Для чего? А для того, что, походу, мне придется... Так сказать... Найти ту же записку, что была у костра. И нажать просто еще один раз. Пробел. Чтобы дочитать вторую часть. Оказывается, я думал, типа, это отчасти, понимаете? Типа, кусками их показывает. Оказывается, нихера. Да, я понял, что авторезина. А где этот мой? Рычажок. У нас и рычажка нету. Вы понимаете? Куда он его мог спрятать? Куда выкинуть? Не шарю. Я бы сюда выбросил куда-то. А я лучше по море. Здесь тоже ничего нету. Типа, как здесь, может, ничего не быть. Не верю. Ладно. Ну, а смысл мне забираться, если оно не работает, плюс нету топлива. Бля. А я сейчас подумал. Можно на ней запускаться не от рычажка? Ну, тоже там же был написан, что рычаг и нужен вид, так? Ну, что, типа, мест... Да, давай, сдохни. Блин, нужно было проверить. Не мог бы я в ту ловушку упасть? Вот у шипами, что было вначале. Ну, блядь, ее теперь нету. Мне кажется, нет. Скорее всего. Это, типа, знаете, хоррор-элементы... Детектив. Типа того. Да, осталось. Нормально. После бурных слушаний... Так. Слушание. До сих пор нет ответа для наследников Вангергрифа. Так. Том Оттен. Округ Бейфилд. Сегодня члены семьи Вандерфолс. Мы собрались в окруженном судье Бейфилда, чтобы... Так. Обсудить судьбу наследника Вандерграфа, который находился на хранении... На хранении с 1961 года. Когда 71-летний глава семьи Альберт Вандерфол умер в результате несчастного случая в шахте, это событие привело к краху промышленной империи Вандерграфа и очень негативно повлияло на местную экономику. 38-летний Джеймс Вандерграф из Чикаго утверждал, что требования его отца нелепы, и многие члены семьи Вандерфолла имеют личные причины не переезжать в семейный особняк в долине Красного Ручья, как этого желал Вандерграф Старший. А... Недавний пожар, который разрушил особняк... Разрушил особняк. Мда... Мда... Ла, ребят, давайте, короче, я думаю, у костра мы с вами остановимся. В следующей серии я разберусь с этим, блядь... Гребаным... Ну, вы поняли? Если что, для карты заставки я, скорее всего, космос возьму этот. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!